Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влогах канала Семья Колесниковых. Ну, а пока я буду рассказывать, что у них произошло во влоге. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, делитесь этим обзором в своей любимой соцсети. Ну, а мы переходим к Колесниковым. Показал Лёше, какой он заботливый муж и отец. Да, помните момент, когда Дарина выпрашивала шоколадку в магазине, якобы для того, чтобы маме подарить? Так вот, Лёша сказал, что шоколадку уже есть на подарок. И действительно есть. Правда, не одна, а несколько порционных. И Света стала разглядывать, говорить, ой, тут посмотрите, мол, по две маленькие шоколадки, мол, каждому достанутся. И разные вкусы у них. Ну, в общем, разделила на всех. Я так понимаю, что ни себя, ни Лёшу, Света, ну, как всегда, не обделила. Максим рассказывает, что был на приёме у стоматолога и заплатил 5 тысяч. Это был платный стоматолог, была платная клиника, потому что бесплатный стоматолог в бесплатной клинике не смог найти все каналы, которые надо было почистить у Максима. Ну, в общем, пришлось идти в платную. Ну, вот, вы знаете, мне понравилось, как Света иногда отреагировала. Мол, было бы, Максим, у тебя желание, и тогда мог бы ты тоже стать стоматологом. Да, да, конечно, было бы желание. Была бы поддержка родителей материальная. Но и в первую очередь были бы способности у ребёнка к обучению в университете или в институте медицинском. Правда ведь? Ну, так ведь. Хотя бы в колледже медицинском было бы желание и возможность ребёнка обучаться. А так, ни желания, ни возможности, ничего нет. Но Лёша уже посчитал, сколько зарабатывал стоматолога. Говорит, вот смотри, к примеру, за 2 часа 5 тысяч рублей ты заплатил, да? Ну, а что, поработал 8 часов, и вот тебе уже 20-ка в кармане. Ну, да, думаю, конечно, Лёша молодец, ни налогов не надо платить, ни каких-то прочих вычетов нет. Нет, вот всё прям вот так, как есть, так оно и идёт в карман тому стоматологу, считает Лёша. Ну, а чего, в конце концов, Лёша вдруг заговорил про то, как здорово всё-таки иметь образование? Непонятно мне. Ведь он говорил о том, что профессор с образованием, у которого Лёша делал ремонт, он говорил, что он зарабатывает очень мало. Да-да, вот Лёша со своими стройками, ремонтом зарабатывает намного больше. Так что, я думаю, с чего вдруг у Лёши так переобулся в воздухе лихо? Непонятно. Но, видимо, стал понимать, что всё-таки образование нужно. Но Максим, насколько я понимаю, он не работает, он не учится, он на подхвате у Лёши. И, насколько я понимаю, Лёшу эту ситуацию, в принципе, устраивает. Хоть он и говорит о том, что вот, было бы здорово, если ты зарабатывал так, как стоматолог. Ну, где стоматолог и где Максим? Лёша, видимо, не видит этой пропасти. И вообще, Колесниковы, когда переедут, у них будет всё. У них будет даже измельчитель, представляете? И много выбрасывать, мол, не придётся. И все очистки попадают в этот самый измельчитель, сразу говорит Света. Ну да, теперь Колесниковы останутся без домашнего молока, без домашнего мяса, без яиц и прочего. Всего того, чем их снабжал фермер. За те самые очистки, которые отдавали Колесникову тому самому фермеру. Хотя, в принципе, в любом случае, они, конечно же, не поедут в Суботино из города. Да, вот они не поедут в Суботино ради того, чтобы фермеру отдать очистки. Поэтому. Хотя, это с одной стороны. С другой стороны, это же Колесниковы. И от них можно ожидать абсолютно всего. Не удивлюсь, вы знаете, если они всё-таки скажут, мнение, мы будем возить фермеру, продолжать возить фермеру очистки. И они вообще не посчитают ни бензин, ни время, затраченное на эту самую поездку. Они будут считать, что это бесплатно им досталась халява. В принципе, халяву они, конечно же, любят. Говорится это, что больница, когда вот она лежала, со временем кормили, неплохо. И когда-никогда даже какие-то котлетки давали, в одной котлетке было чуть больше хлеба, в другой чуть меньше. Но, в принципе, в общем и целом, как-то более-менее нормально кормили. Спилили дерево, говорит, и выкорчили корни. Выкорчили корни. Ну, думаю, выкорчили, так выкорчили. Что будешь делать, раз выкорчили? И вот дальше Света решила приготовить куда-то супчик. И говорит, я ещё какие-то котлетки приготовлю. И добавлю туда муку или манку. Ну, думаю, ладно, манку я ещё слышала. Муку добавлять в котлеты, в котлетный фарш. Ну, не знаю, на сколько лет это хорошо. Света ещё возмущается, что вот где-то хлеба было больше в котлетах. Сама она муку-то клейко добавляет. И не видит она бревна в своём глазу. А в чужом соринку замечает. Хотя нет, вы знаете, муку в котлеты добавляла Марина Баракуда. По-моему, до сих пор добавляет. Просто я уже перестала делать обзоры у него. Ну, да, действительно. Вот я у Марины такое впервые увидела. И вот теперь вот Света тоже говорит, что она муку в котлеты добавляет. Может быть, это нормально. Может быть, действительно стоит так делать. И напишите, пожалуйста. Вы добавляете муку в котлеты? Просто интересно. Купает Света и Фрема. Дарина крутится у ванночки. Вы знаете, мне Дарина понравилась в этом влоге. Она смотрела горячая вода, холодная, тёплая. Локтиком так проверяла. Молодец. Вот что-то есть в Дарине такое вот услужливое, что ли. Да, этого раньше не было. И никогда Дарина не крутилась рядом со Светой. А тут прямо вот она к Свете льёт. Вот где Света, там и Дарина. Уж не знаю, с чем это связано. Но, правда, Света на Дарин вообще внимания никакого не обращает. Но об этом чуть позже. Готовит Света оладьи. Да, уже не называет их панкейками. Оладьями называет. Даже не оладьями. И говорит, вот к чаю, мол, хорошо. У нас ухо с каварьяной печёт, выпекает. Говорит, мол, к чаю хорошо. И вообще так потаскать. Думаю, нормально. Колесников, оказывается, таскают оладьи. Не едят, а таскают. Сливу собирает Дарина. Собирает её с нижних веток. Потому как до верхних веток не может достать. Света всё это сама. Говорит, ну ничего. Остальные придут из школы, мол, и тогда вот они всё это дело соберут. Работа, говорит, будет такая у них. Думаю, а ты не можешь собрать? Дай камеру Дарине. Нет, Дарины, кстати говоря, с каждым разом всё лучше и лучше получается снимать. Не всегда, правда, есть какие-то промахи, но тем не менее. Вот. А ты собери эту сливу. Но нет, не царское это дело. Они придут, остальные придут из школы и будут у них работать. Да, больше заняться нечем. Уроков у детей нет, в принципе. Вынесла Света Ефрема на улицу. Говорит, пусть принимают солнечные ванны. Ну, в принципе, это правильно. Наверное, в больнице сказали, что хорошо, когда ребёнок принимает солнечные ванны. И вот Света пока следует рекомендациям врачей. И, в принципе, это неплохо. Ну, а дальше мы видим, что все Колесниковы на кухне. И Анжелика сидит на месте Лёши. Лёша не знаю, где обычно. Лёша никому не позволяет сидеть на своём месте. Рядом с ней Ефрем. Естественно, на этом лежбище, да? И Ефрем, я думаю, содрогнулся, когда Анжелика вдруг стала кричать. Кричала Анжелика на Виталину. И кричала, это кухня, кухня, это кухня. Боже мой, думаю, бедный Ефрем. Представляете, вот так вот лежит Ефрем на этой вот импровизированной кровати, которая у них на кухне. И рядом Анжелика и кричит. Бедный тот ребёнок, подумала я. А почему Анжелика выгоняла Виталину? Ну, причём не просто говорила, это кухня. Она говорила, брысь, брысь отсюда, как с кошкой. Потому как Анжелика вдруг решила, что на кухне уроки никто не делает. А Виталина решила уроки там сделать. Думаю, нормально так. До сих пор Анжелика этот вопрос вообще не мучила. А сейчас вот ты посмотри, а. И сама она на кухне как-то уроки делала. Было, делала, было, было. Да и дети привыкли на кухне вертеться, крутиться и уроки делать. Так, так. Да буквально в прошлом влоге или позапрошлом влоге Виталина делала уроки на кухне. И Света ей помогала, и нормальная Анжелика сама я подсказывала. А сейчас что с ней случилось с Анжеликой, я просто не могу понять. Прям брысь, это кухня. И прям вот встала и стала прогонять Виталину. Бедная та Виталина. Ушла, конечно, девочка из кухни, вместе со своими учебниками. Но с одной стороны, конечно, Анжелика права. На кухне уроки не делают. А с другой стороны, почему только Виталину она стала прогонять? Почему по отношению к другим братьям-сёстрам нет такой реакции у Анжелики? И когда Дарина будет в первом классе, она тоже будет делать уроки на кухне, я больше чем уверена. И я думаю, что Анжелике даже в голову такая мысль не придёт. Прогнать Дарину из кухни. Но, опять же, это я так предполагаю. Там посмотрим. А вот Настю запросто, Настю и Виталину можно прогонять это всюду. И Анжелика, я так думаю, поняла уже, что Настя и Виталина – это вечная золушка этого дома. И можно им приказывать, можно их как кошек прогонять это всюду, включать. Брысь, брысь! Ну, ужас, конечно, да. С одной стороны. А вот с другой стороны, когда Дарина помогала Свете с Эфремом, помогала его купать, ну, по крайней мере, крутилась рядом со Светой, Анжелика это всё дело снимала и говорила «Дарина, отойди, ты не стеклянная». Вот так, да. Так, что я думаю, всё-таки и Дарину тоже Анжелика будет это всюду прогонять. Но, опять же, будем жить, будем видеть. Возможно, Колесниковы старшие надеются Анжелику к этому моменту уже замуж выдать. И уже Анжелика будет жить с мужем в другом доме. С одной стороны. С другой стороны, возможно, она ещё и мужа в дом приведёт. Хотя, в принципе, в новой квартире, насколько я понимаю, места не будет для новой семьи. Но, опять же, посмотрим, что да как будет дальше. Света готовит спагетти. Она отварила сортельки, сосиски, потом ещё купаты жарила. И тоже к макаронам каким-то. Потом супчик какой-то сварила. В общем, да, исполняет свои родительские обязанности. Говорит, что те самые котлеты с кабачком и фаршем, которые она успешно добавила муку, уже практически все съели. Мол, их мало осталось. А Дарина сидит на кухне и чистит яйца. Да, варёные яйца чистит на салат. Удивительно. Что-то не Настя, не Виталина, а Дарина. Ну вот, смотрю, с рождением Ефрема, как-то вот Дарину всё-таки спихнули с виде стола. А Максим и Лёша грузят в газель вещи. Света это всё дело снимает, говорит, для того, чтобы увезти. Думаю, интересно, где вы это всё хранить будете? Туда прицеп загрузили, туда загрузили. Ещё какие-то такие достаточно большие вещи. И Света говорит, надо ещё и сушилку туда же загрузить. Будет чуть попозже. Максим уже формирует новые какие-то мешки, в которые он сложил всё, что надо увезти. И какие-то вёдра, и какие-то самокаты, и какие-то велосипеды. В общем, всё это увозит Лёша. И тут Света добавляет. Он увозит это всё и будет продавать. Думаю, где и как Лёша это всё будет продавать? Просто интересно. Но Лёша уже два раза съездил туда-обратно. Где вот он всё выгрузил, я не знаю. Хотя он говорил о том, что вроде как у него там где-то гараж ещё то ли будет, то ли уже есть. Что-то он про гараж говорил. Говорил, ну, все лишние вещи в гараже он сложил. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, он гаражную распродажу хочет устроить? Всё возможно, не знаю, не скажу. Но, по крайней мере, сейчас всё из дома увозит Лёша в неизвестном направлении. С тем, чтобы потом продать. Ну, а пока Света снимает всё вот эту погрузку в газель, Настя приходит к Свете и говорит, «Мам, хочешь сосиску?» Боже, думаю, какой ребёнок это Настя всё-таки. Настя видит, как Света с ней обращается, как её не любит больше, чем остальные детей. Именно Настю Света не любит. Но, тем не менее, именно Настя пришла к Свете и говорит, «Мам, хочешь сосиску?» Представляете, принесла ей сосиску, чтобы, не дай бог, Света не оголодала. А Света ей что ответила? Говорит, в макароны положи. И Настя развернулась и ушла вместе с этой сосиской ложить эту сосиску в макароны, как Света и приказала. Ну, что сказать. Золотой ребёнок, конечно, это Настя, но Света почему-то этого не замечает. И вот Света стоит, снимает кто-то из детей, видимо. Стоит рядом с этой газелью, руки в боки уперла. Дарина стоит рядом, точно так же, такая же стойка, тоже эти руки в боки уперла. Стоят, наблюдают за погрузкой в газель добра. И, вы знаете, потом Дарина куда-то ушла, потом снова пришла, обняла Свету. А Света хоть бы сделала движение в сторону Дарины, как-то тоже её приобняла бы. Нет, у Светы как были руки в боки, так они и остались. Ну, что сказать. Вот такая вот Света мама. Я не знаю, для чего им такое количество детей. В принципе, для чего им дети, если они их не любят. Ну, понятное дело, для чего. Для льгот, для пособий, для каких-то детских выплат. И больше ни для чего им дети не нужны. Хоть Лёша нам и утверждает обратно. Говорит, да, вот вы попробуйте быть многодетными родителями. Каково это? Конечно, хорошо не иметь детей в принципе, или иметь одного-двух детей. И всё, а вы попробуйте быть многодетными, и потом поймёте, как это жить на детские деньги, и на что, мол, их хватит. Ну да, Лёша. Если бы это действительно было так, вряд ли бы выражали бы ещё, и ещё, и ещё. Максиму 18 лет исполнилось, Максим уже не входит в общее количество детей. Вы быстренько подсуетились, родили Ефрема. Правильно? Правильно. Теперь подрастёт Анжелика ещё год-два. И я так думаю, что Света снова кого-нибудь родит. Так, чтобы общее количество детей у вас не уменьшалось, чтобы вы всегда были многодетными. Хотя, в принципе, насколько я знаю, в России три ребёнка в семье, это уже многодетная семья. И есть те самые льготы. Но, понятное дело, что льгот меньше. Потому как льготы выплачиваются на каждого ребёнка по отдельности. Так что, да, я думаю, у Колесниковых ещё будут рождаться дети. Ну вот таким получился у меня обзор влогов канала «Семья Колесниковых». Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok